Ну что, друзья, до старта нового сезона RDSGP осталась буквально одна неделя, а это значит, что пришла моя очередь вновь вернуться на ваши экраны. Если вы вдруг забыли, меня зовут Ульяна, и сказать, что я соскучилась, ничего не сказать. Впереди у нас огромное количество крайне интересных новостей, но сегодня мы попробуем вместе разобраться в том, кого, где и в каком виде нам ждать на первом этапе. Как вы, наверное, все знаете, первый этап RDSGP 2022 пройдет в уикенд с 30 апреля по 1 мая. По уже всем полюбившейся традиции, первый этап будет принимать подмосковная трасса Moscow Raceway. Фанаты RDS обожают МРВ за высокие скорости, перепады высот, да и как вообще эту трассу можно не любить. Именно здесь мы каждый год наблюдаем одни из самых ярких видов чемпионата. К тому же, это первая в России гоночная трасса высочайшей категории FAA F1, но об этом я расскажу вам уже на следующей неделе. Особенностью этого года станет моношина, с которой в следующие выходные будет тесно знакомиться асфальт МРВ. Если на тренировках пилотам все же разрешили использование резины, выбранных ими производителей, то все квалификационные и парные заезды с топ-32 и до финала включительно, в соответствии с регламентом проводятся только с использованием на задней оси шин организатора. Пилоты, с которыми нам удалось пообщаться в межсезонье, весьма положительно отзывались об идее шинной унификации. Все вы наверняка помните, какой ожесточенной была шинная борьба в сезоне 2021. Так что будет интересно посмотреть на то, как моношина повлияет на исход событий в этом году. Пока мы не убежали слишком далеко в наши дрифт-новости, хочу вам напомнить, что в этом году на трассе Moscow Raceway QR-коды, ПЦР-тесты и маски не потребуются, а на параде пилотов в социальную дистанцию можно больше не соблюдать. Билеты на первый этап RDSGP вы можете приобрести на сайте tickets.vdrift.ru. Там же, кстати, можно заранее и со скидкой оформить и свой проезд на дрифт-такси. Если же вы планируете наблюдать за этапом удаленно, подключайтесь к трансляции на RDS-TV. С сегодняшнего дня наши зарубежные зрители тоже смогут приобрести подписку на сезон по спецтарифу Early Bird. И по этому случаю мы решили продлить акцию для всех. До конца этих выходных вы сможете совершить эту выгодную покупку по специальной цене. Пока BYU Motorsport предлагает своим фанатам угадать, кто же представит их в этом сезоне, несколько команд уже открыто заявили о своих измененных составах. И об этом подробнее вам расскажет Алексей Миловидов. Почти полностью изменился в 2022 году состав LUCOIL Racing Drift Team. Был продлен контракт с Андреем Астапу. Как говорит он сам, в 2021 его настигли технические сложности, связанные прежде всего с переходом на шину с гораздо лучшим сцеплением и повышением мощности двигателя до 900 л.с. Именно поэтому было принято решение о постройке абсолютно нового автомобиля, соответствующего всем современным тенденциям в автоспорте. На Lexus AS200 Андрея будет стоять двигатель с сухим картером, а также лучшая подвеска и трансмиссия. Присоединился к команде Григорий Гусев, за которым в LUCOIL активно смотрели в прошлом сезоне и с которым уже на финальном этапе в Сочи достигли договоренности о выступлениях за LUCOIL Racing. Чуть большее впечатление Григория от подключения к команде вы можете увидеть в одном из выпусков РДС изнутри межсезонья. Ну а третьим гонщиком LUCOIL Racing Drift Team стал Магомед Амаров. Как вы помните, в прошлом году Магомед вошел в топ-16 сильнейших пилотов РДС. В сезоне РДС GP 2022 в составе своей новой команды Магомед выступит на автомобиле Toyota Alteza. Что ж, пожелаем удачи команде в новом составе. В марте заявил о своем присоединении к одной из команд чемпионата и Евгении Ружейников. Официальных анонсов о том, кому досталась эта гоночная единица, пока не было, но особо внимательные фанаты РДС уже активно строят свои догадки. Думаю, совсем скоро и мы все узнаем. Немного видоизменила свой состав еще одна команда, которая ворвалась в РДС в прошлом сезоне. Carville Racing Drift официально представили своего третьего пилота на 2022 год. Им стал петербуржец Николай Горковенко. Хочется отдельно упомянуть весьма интересный путь Николая Горковенко в РДС GP. Николай участвовал в 2019 году в РДС Юг и даже выиграл там одну из квалификаций. Он является победителем суперкубка Юг против Запада 2020 года. И тогда он, кстати, выиграл и лицензию GP. На мой взгляд, Николай Горковенко является отличным примером того, что младшие лиги поставляют действительно талантливых пилотов в РДС GP. Так что с большим интересом будем наблюдать за ним и в этом сезоне. Судить, кстати, одну из младших серий РДС Европа в этом году вновь будут опытные пилоты РДС Гран-при. В судейскую коллегию вошли шесть команд, в том числе и та, за которую выступит в этом сезоне Горковенко. Николай будет представлять один из брендов холдинга Carville на свежесобранной платформе BMW F22 в стильном вишневом обвесе. Кстати, показали нам в соцсетях команды не только Ливрею Николая. Как ребята рассказывали в недавнем ролике, голубой цвет они оставляют в своем кольцевом прошлом, тем самым как бы вынуждая на изменения дизайн BMW Антона Клемко. Продемонстрировал аудитории свою новую Ливрею и Федор Воробьев. Прошлогодний стиль вроде сохранился, но сам образ автомобиля при этом стал чуть более сдержанным и серьезным. Начинают делиться моментами своей подготовки и ребята из команды Форвард Авто. Ну что, ребят, всем привет. Мы на Красном Кольце сегодня. Тестируем машины, настраиваем. Наша задача сделать тест максимально нагруженный для автомобилей, попробовать все пружины, дифференциалы, поднастроить. Все машины у нас свежепостроены, поэтому по ним больше работы, чем с моей. Моя с прошлого года, без больших изменений по подвеске, поэтому я ее попробовал, она сразу же поехала хорошо. Погода позволяет нам полноценно и с кайфом провести сегодняшний день тестов. Команда Форвард Авто, кстати, уже на пути в Москву, так что до встречи с любимыми пилотами осталось всего ничего. А имена тех, кто представит команду в новом сезоне, мы узнаем уже совсем скоро. Что же еще интересного рассказать вам про грядущий сезон? Ну, наверное, стоит упомянуть, что Fresh Auto Drift сменили своего титульного спонсора, а потому в этом сезоне с нами будет уже команда Syntec Fresh Auto Drift. Весьма активно подтверждает это наименование и обновленный вид автомобиля Дамира Идея Тулина, который был представлен на этой неделе. Яркая ливрея Дамира, которая будто бы сбежала к нему из совсем другой команды, точно станет украшением не только этапов РДС в этом сезоне, но и автопарка команды Fresh Auto. Буквально вчера, кстати, Fresh и наконец официально сообщили своим фанатам о том, кто же заполнит вакантное третье место в составе команды. Вместе с Дамиром Идея Тулиным и Евгением Лосевым выступит за Syntec Fresh Auto Drift всем нам хорошо известный Денис Мигаль. Подробнее о том, как было принято это решение, уже рассказано на онлайн-площадках команды. Аркадий Циреграцев, которого мы все практически потеряли в соцсетях после исчезновения его крайне активного профиля, рассказал в нашем блоге на Sports.ru о том, как он готовится к сезону. В интервью царь с неизменным оптимизмом поделился с нами своим настроем перед новым сезоном RDSGP. Ссылку на материал оставлю для вас в описании к этому видео. Анатолий Щербак тоже не отстает и интригует всех в Телеграме, видео с тестов, а также информацию о том, что он ищет механиков для какой-то загадочной дрифт команды. Про инженеров-механиков мы, кстати, совсем недавно выпустили наш маленький документальный фильм. И если вы вдруг еще его не смотрели, то я настойчиво рекомендую это сделать перед началом сезона для того, чтобы напитаться этой невероятной атмосферой настоящей дрифт-теньи. Ну вот на сегодня, друзья, это, пожалуй, все. Полный список участников первого этапа мы обязательно опубликуем, как только завершится прием заявок. А для того, чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети. В этом году мы представлены ну просто везде. По традиции мы разыграем среди всех, кто прокомментирует это видео, 10 доступов к трансляции РДС-ТВ на грядущий уикенд. Подключайтесь к трансляции, участвуйте в чате, выигрывайте всякие призы. И, конечно, приезжайте к нам прямо на Moscow Raceway в грядущие выходные, если у вас есть такая возможность. Природа в этот раз скажется на нашей стороне. Все полезные ссылки, как я и обещала, оставлю для вас внизу в описании. До скорой встречи, друзья! Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»